Баян, ты успешно снимаешь фильмы в нашей стране? Да, Динара, только не снимай, а продюсируй. Ну хорошо, продюсируешь очень хорошие, интересные фильмы. Но, к сожалению, твои фильмы не участвуют в Каннском кинофестивале. Действительно, к сожалению. Но, возможно, пока. Пока. А вот у нашего сегодняшнего героя будет возможность в мае представить свою картину на Каннском кинофестивале. Добрый вечер, вы смотрите Sky Studio. С вами вновь Баян Исентаева. Динара Саджан. И наш сегодняшний гость – режиссер, сценарист, актер Алишер Сулейменов. Добрый вечер. Я вообще знаю его как музыканта сначала. Добрый вечер. Добрый вечер, Алишер. А я его знаю больше как телевизионщик. Стузим. Добрый вечер. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Алишер, Баян вас знает больше как музыканта. Я вас знаю больше как телевизионщика. Сейчас вы предстаете в новом амплуа. Или же это не новое, может быть, для вас, может быть, мы просто не совсем в курсе, да? Начнем с того, что я когда-то давным-давно, сто лет назад, полюбил кинематограф. Это было в 1972 году. Я сыграл маленькую роль в знаменитом фильме «Кулагер» режиссера Булата Мансурова, который был снят по сценарию моего отца, писателя Аскара Сулейменова, о жизни Ахана Сера, известного нашего поэта казахского. Я играл маленькую роль немого мальчика Ахана Сера, который к концу фильма заговорил. И вот так давно началась моя любовь к кино. Далее были небольшие детские роли, как у детей кинематографистов и товарищцев. Ну и совершенно естественно, что потом я поступил во ВГИК, в киноинститут в Москве, завершил его и приехал работать на казахфильм. А снял режиссерский дебют, фильм «Птица», который, в общем, хорошо прошел по экранам Советского Союза. Получил первую премию международного кинофестиваля в Киеве «Молодость», замечательный фестиваль. До сих пор он есть в Ташкенте, в Москве. Потом наступили 90-е годы, киностудию у нас закрыли на время. И я перешел в другие сектора, жизни, скажем, занимался разными вещами. И вот через 25 лет я вернулся опять в кинематограф и снял вот этот вот короткометражный фильм. А что, в 70-х было так легко снять фильм и пустить их в прокат? Ну, в то время существовала огромная система советского кинопроката, было очень много кинозалов. Это ведь был ваш режиссерский дебют, да, фильм «Птица»? И ваш дебют попадает на большие экраны сразу? Да, это был не только режиссерский дебют, это был еще и сценарный дебют, потому что этот фильм был снят... Такого не бывает, чтобы сразу, то есть вы выпускник в ГИКа... Как удалось? Да, как вам удалось? Здесь есть маленький нюанс. Это такой своеобразный, я бы назвал такой, лошадиный праздник. Знаете, когда вот тройка, значит, коней у них вся, морда в цветах, золотые бубенчики, серебряные, все звенит, а все остальное в мыле. Надо работать. Тогда все получится. Ну, хорошо. Алишер Сулеймену повезло 25 лет назад. Он снял хороший фильм, который прокатился. И вот эти целых 25 лет, и мы сейчас говорим о том, что вы дебютируете в режиссуре, потому что 25 лет – это огромный, это целая жизнь, можно сказать, да, такая становление, да, полжизни. Где были эти 25 лет? Я понимаю, был 92-й крах вообще киноиндустрии в целом, да, но 20 лет независимости из них. Когда можно было как-то подцепить то тяжелое время, но почему-то Алишер Сулейменов уходит, я не знаю куда. А все очень просто. Развалился Советский Союз, огромное государство, в котором было очень много хорошего. Было и не очень хорошее, но было очень много хорошего. Были крепкие экономические связи, были крепкие культурные связи. И, по сути, у большинства советских детей было, в общем, безоблачное детство. Когда все это развалилось, развалилась киностудия в том числе, надо было кормить семью, надо было работать. То есть, с того времени уже появилась семья. Да, и выбора особого не было, потому что с начала 90-х, кто помнит, и зрители, да и вы, наверное, ну, вы совсем, наверное, юные были. Не было работы как таковой, и я вот могу снимать кино, а больше я ничего не умею. И как-то так вот постепенно развился какой-то музыкальный, может быть, способности какие-то. Я написал несколько песен и начал гастролировать как певец, как музыкант. После этого я так плавно перешел в систему телевидения, потому что нужно было работать, а это как-то смежная, в общем-то, отрасль. Вел различные телевизионные программы, в том числе авторские. И впоследствии занимался шоу-бизнесом, были крупные продюсерские проекты. Я перешел в систему отечественного телевидения, занимался клипмейкерством. Ряд видеоклипов в начале клипостроения казахстанского отснят мной, я просто не подписывался, тогда было не принято. Началась эра телевидения. Мне пришлось организовать, скажем, продюсерскую службу, которая сейчас называется продюсерская служба. Это была первая продюсерская служба на казахском телевидении. Замечательные ребята, которые тогда только начинали. Это Рустем Абдрашев, Серик Аббашах, Лязатку, Козова, Жантемир Баймухамедов и много-много других. Было запущено 25 телевизионных проектов. Я боюсь спрашивать, сколько Алишеру Сулеймену лет? Я скажу чуть позже. И эти программы били все рейтинги. Российское телевидение за нами только по пятам успевало. И, скажем, рейтинг просмотров был очень высокий. Это был расцвет отечественного телепроизводства и отечественного телевидения. Появились звездочки телевизионные, ведущие. И, в общем, весь этот процесс начался. И потом была казахстанская премия средств массовой информации, я был представителем оргкомитета пять лет. И, в общем, телевизионная страница длилась достаточно долго, порядка 8-10 лет. После этого я перевернул эту страничку, остался организатором Академии журналистики Казахстана и ушел в реальный сектор экономики. Работал в различных компаниях, занимался трейдингом, занимался маркетингом, связями с общественностью и многими другими вещами. Абсолютно интересно. То есть вас бросало в разные полюса. Да. Вот эти 25 лет я отвечаю на вопрос, твой Баян, чем я занимался, почему так произошло. И вот вопрос не в том, чем я занимался, а вопрос, наверное, в том, зачем жизнь вот так в течение этих 25 лет меня провела по разным отраслям. Это огромный опыт общения с людьми в совершенно различных секторах. Наверное, я собирал опыт внутренней жизни, чтобы вернуться в кино, чтобы было что сказать. Ведь самое, на мой взгляд, сложное собрать в себе какой-то взгляд на мир, взгляд на жизнь, прежде чем что-то говорить. То есть вы не торопитесь, собственно, жить? А зачем? Ну, просто у нас разные гости бывают. И вот молодой человек, которому, например, 22 года, он нам говорил о том, что он боится как бы сойти вот с этой волны. Алишер Сулейменов достаточно легко относится к жизни. И, возможно, она даже не так ценна. Да? Просто 25 лет Алишер Сулейменов собирал жизненный опыт. Дело в том, что... Я понимаю вопрос. Дело в том, что в течение этих 25 лет я не задумывался о том, что я собираю какой-то опыт и вот что я вернусь в кино. Конечно, кино всегда оставалось моей мечтой. И это после того, как прошли эти 25 лет. Я сейчас понимаю, что, оказывается, это, видимо, для этого все происходило. А что касается вот молодого человека, ну, скажем, волна успешности или волна популярности, она очень быстро проходит. Это нужно понимать. То есть вы ушли с телевидения, когда волна-то прошла, и вы сказали, вы перевернули страницу. Я ушел с телевидения тогда, когда оно мне перестало быть интересным. То есть на пике. Вы же говорите о том, что вы, получается, вот, слушая вас, я понимаю, что вы являетесь основоположником казахстанского телевидения. Вы создавали первую продюсерскую группу, вы создавали первые программы, да, то есть первые... Ну, одним. Я был одним из тех людей, которые, в общем, делали свое дело аккуратно, старались сделать это профессионально и красиво. А почему вы ушли? Разве уходят на пике? Я расскажу. Уходят тогда, когда захочется, на самом деле. Мне просто телевидение перестало давать то, что я искал. А что вы искали? А я искал кинематограф, я искал возможность внутреннего самовыражения, более глубокого, того, которое телевидение не всегда дает, или дает не в той форме, в которой хотелось бы. Вообще киношники часто говорят, что на телевидении работают около киношные люди. То есть те, кто не сумел выразить себя в кинематографе. Ну, это утверждение кинематографистов. А Алишер попробовал себя и там, и там, и снова вернулся. Алишер, сколько вам лет? 50 в этом году. 50 в этом году. Приглашаю на юбилей. Дай холоса. Спасибо. В 50 лет Алишер Сулейменов снимает фильм, который представлен на Каннском кинофестивале. Это, конечно, дорогого стоит. Каким образом вы туда попали, первый вопрос? И второй, почему фильм говорит об одиночестве? Такое классное впечатление, что это ваше состояние на сегодняшний день. По первому вопросу все очень просто. Мы с ребятами сняли короткометражную киноновеллу «Луна любит солнце», которая не только об одиночестве, она, наверное, и о доброте, но и не только. Вообще, когда спрашивают, о чем фильм, ответить односложно трудно, потому что, на мой взгляд, фильм — это некое особое состояние, особое чувство, в котором каждый зритель увидит что-то свое. Ведь люди разные, разные вопросы себе задают. И если ты отвечаешь на какие-то вопросы, то замечательно. Но вы как создатель должны были понимать, какие чувства будет воспринимать зритель. Вы же создатель. Конечно, я должен был эти чувства создать, чтобы передать. И после того, как эта картина завершилась, прошли две премьеры в Алма-Ате и в Астане, здесь, в нашей столице. Премьеры прошли очень тепло. Зритель очень хорошо воспринял эти картины. Я показывал два фильма. Фильм «Птица», который был 25 лет назад, и фильм «Луна любит солнце». Мне было интересно вот это сочетание, с чего началось и, собственно, как продолжается. После этого я просто совершенно не случайно зашел на сайт Каннского фестиваля, потому что в интернете я посмотрел фильм «Тимбукту». «Тимбукту» — это фильм африканского кинорежиссера Абдрахмана Сисаки. И когда я узнал, что «Тимбукту» снял Абдрахман Сисаки, я вспомнил, что мы учились в Афгике в свое время. Я подумал, ну вот интересно. А этот фильм был представлен на Каннском фестивале, на одном из прошлых. И у меня возникла эта идея. Я зашел на сайт Каннского фестиваля, там есть этапы регистрации. И после регистрации они высылают тебе письмо, вы можете загрузить свой фильм онлайн. Я загрузил картину. Через час буквально пришел ответ, что уважаемый Алишер, после просмотра вашей картины «Луна любит солнце» отборочный комитет Каннского фестиваля принял решение представить этот фильм. Вы участвуйте в конкурсе? Нет, это программа «Шотфилм Кона», уголок короткометражного фильма. В официальной программе, как к официальной программе мы не успели. Там нужно было зарегистрировать до 3 марта. Ну так получилось, что мы 8 марта все это зарегистрировали. В общем, через час пришел ответ, ждем вас Каннер. Ну то есть победы нам ждать не нужно, в любом случае. Да, потому что картина не участвует в конкурсной программе, но попасть вообще в программу «Шотфилм Кона» достаточно престижно. Когда вы собрались снимать эту картину, какие амбиции вас преследуют в тот момент? Амбиции? Ну да, профессиональные, режиссерские, попасть на кинофестиваль, либо это режиссерское состояние, почему я сейчас могу себе позволить снять кино. Потому что участие на кинофестивале, вы же сказали, что вы не случайно зашли на этот сайт. Конечно, не случайно. Ну, значит, были амбиции до зайти на сайт и участвовать на Каннском кинофестивале? Я скажу так, всякий режиссер мечтает поделиться своей картиной. Когда я снимал фильм, или когда я писал песню, или снимал клип, у меня желание одно – поделиться, показать, рассказать это зрителю. А почему бы с казахстанского зрителя не начать? Мы и начали, мы провели две премьеры. Ну, это две премьеры, это 200 человек, которые увидели. То есть больше ничего. До зрителя этот фильм, как обычно, очередной казахстанский конкурсный фильм, не доходит до казахстанского зрителя. Я понимаю, что арт-хаус – это не самое, так сказать, хитовое направление в киноискусстве. Это некоммерческое. Да, некоммерческое. Ну, кстати, тоже вопрос хороший. Почему вы попробовали себя именно в арт-хаусе? Ну, предварительно отвечу на предыдущие вопросы, потому что их накопилось. Будем так по очереди. Значит, когда я снимал эту картину, я думал только о зрителе. О том, чтобы зритель воспринял эту, скажем, внутреннюю мысль, внутреннюю исповедь, какое-то желание поделиться. Это было главное. Но так как это короткометражный фильм, а судьба короткометражных фильмов, она глубоко связана с фестивалями. Особенно если это арт-хаус, то это арт-хаусные фестивали или программы, фестивали, где есть арт-хаусные блоки. Поэтому, естественно, мне хотелось поделиться этим фильмом со всем миром. Собственно, поэтому я и зашел на сайт Каннского фестиваля. Вопрос в другом. Вопрос в том, что через 25 лет подтвердить, скажем, квалификацию сварщика пятого разряда на мировом уровне, наверное, это неплохо. Но это не являлось самоцелью и до сих пор не является к вопросу по амбициям. Если у меня есть амбиции, то амбиции показать как можно большему количеству зрителей. Телевизионные премьеры будут, но... То есть вы все-таки в надежде еще и заработать? Конечно, потому что арт-хаусное кино, являясь некоммерческим, оно требует денег, как любой фильм. Но особенностью фильма «Луна любит солнце» является то, что он снят на боготворительные пожертвования, скажем, людей неравнодушных к арт-хаус-жанру. И это очень приятно. Это хороший прецедент. Это ваши друзья? Часть людей я знаю, я их очень люблю. Часть людей я вообще не знаю. Это ценители арт-хауса? Да, это люди неравнодушные. То есть они сами пришли и сказали, Алишер, вот нам нравится арт-хаус, пожалуйста, снимите фильм. По-разному происходило. Алишер, вот я, как никто другой, знаю, сколько стоит снять кино. Это очень дорогое удовольствие. Да, это очень дорогое удовольствие. И мне просто интересно, мне с трудом удается находить деньги на коммерческое кино, потому что я всегда возвращаю те деньги, которые мне дают. А тут такие добрые люди, которые сказали, о, нам действительно нравится арт-хаус. Не важно, как прокатится кино. Это никогда... Звучит неправдоподобно, чтобы людям действительно нравится арт-хаус. Алишер Сулеймену дают люди, которые не знают Алишера Сулейменова и дают ему деньги на арт-хаус. Я скажу, почему. Ну, во-первых, я не скажу, что они меня не знают. Они меня, может быть, где-то видели, знают, слышали, друзья-друзей, друзья-друзей-друзей, и таким образом происходило. Секрет очень прост. Бюджет короткометражного фильма очень небольшой. Ну и, скажем, если брать по нынешним реальным, вот современное малобюджетного кино, ну, это может быть 10% от общей картины. Для меня не секрет. То есть вы примерно сняли этот фильм за 50 тысяч долларов? Нет, за 33 тысячи долларов. Вообще, кстати, очень выгодно попасть на Каннский кинофестиваль, сняв за 33 тысячи долларов, и ты, возможно, станешь всемирно известным режиссером. Кто знает. Может быть, это была главная цель? Нет, это не была главной целью. И сейчас не является главной целью. Вы же вернулись в кинематограф спустя 25 лет. С огромным удовольствием. У вас есть бизнес? Конечно. Какой? Ну, скажем, я занимаюсь бизнес-консалтингом. Оказывается, услуги, да? Да, я консультирую различные компании. У меня есть опыт работы в нефтегазовом секторе, у меня есть опыт работы в масс-медиа, медиа-консалтингом занимаюсь. Я достаточно плотно занимался связями с общественностью, пиаром. Но фильм вы снимали не за свои деньги? Я долгое время занимался джиаром, связанными с правительством. Это бизнес. Но фильм вы снимали не за свои деньги? Конечно. То есть вы не стали рисковать своим бюджетом? Нет, я вложился точно так же, как и все, кто участвовал в этом проекте. Были удивительные вещи. Допустим, один из моих бывших сотрудников, мой хороший приятель, он перечислил 100 долларов. Просто потому, что ему так хотелось. Он мне позвонил и сказал, Алишер, ты знаешь, я хочу стать спонсором твоей картины или меценатуры. А как вы собирали эти деньги, скажите? Это отдельная очень история интересная. Мы открыли чат в WhatsApp и собрали эти деньги буквально за 5 часов. Актеры бесплатно снимались? Нет, обязательно. Они получали небольшие гонорары. Все получили за оплату. А сколько дней снимали фильм? Где-то 2 недели. 2 недели. Коммерческое кино будете снимать? Пока планов нет. Вообще «Луна любит солнце» — это первая картина из цикла короткометражных новелл, в которой 10 позиций. То есть у вас еще работы очень много? Да, у меня мечта снять 10 короткометражных новелл о доброте и любви. Почему именно доброта и любовь? Что такое? У нас что, проблемы какие-то? Ну, я думаю, что да. Я думаю, что достаточно большие. Я думаю, что... А с чего вы взяли? Я скажу, с чего. Во-первых, потому что доброта и любовь, и иные чувства, и одиночество — это вечные темы в искусстве. Во-первых. А во-вторых, сейчас, на мой взгляд, большой дефицит доброты, большой дефицит любви в обществе. Мы все куда-то торопимся, мы часто друг друга не замечаем. Ну, это такой шаблонный ответ, Аришер. Ну, какой вопрос, такой ответ, собственно. Классно. Хорошо. Вы испытываете дефицит? Чего? Любви. Я? Я наблюдаю дефицит любви. Ну, подождите, вас лично это касается? Конечно. То есть вам не достает любви, доброты? Вот именно вас непосредственно, Алишера Сулейменова, как человека? Нужно конкретизировать, где? На работе, в семье, в обществе. В семье. В семье все в порядке, слава богу. На работе, в обществе. В обществе? В обществе не хватает. То есть вам, может быть, не хватает любви признания Алишера Сулейменова как режиссера? Нет. Мне не хватает любви в чистом виде. Например, я расскажу ситуацию, которую видел совершенно недавно. Ужасающая ситуация. Произошло ДТП практически на моих глазах. И машина сбила молодого человека. Но он не сильно поранился, но тем не менее он был в очень разобранном состоянии. Он лежал на земле. Он лежал на земле и шевелился. Естественно, все собрались люди. И в этот момент представитель дорожной службы, он делал замеры вот этого ДТП. И когда я к нему подошел, сказал, дорогой мой, ты окажи первую помощь. Потом это все, замеры. И он только тогда задумался и начал оказывать первую помощь. То есть первый рефлекс у него был выполнить свою работу. А там человек лежит. Это не дефицит? Дефицит. И сплошь и рядом мы видим такие вещи достаточно часто. Не знаю, я вижу в социальных сетях. Вы присутствуете в социальных сетях? Нет, я не пользуюсь в социальных сетях. Маленький эпизод. То есть, может быть, люди видят то, чего недостает им самим? Да, люди видят то, что они хотят. Но именно поэтому мне это интересно. Снимать о доброте и любви. Когда вы придумываете сценарий, снимаете кино, вы, естественно, представляете реакцию зрителя. Вы это сняли для того, чтобы несколько уменьшить дефицит любви, доброты и одиночества? Можно и так сказать. А, да, я увидел такую трогательную картину. Надо задуматься. Да, мы такие равнодушные. Все так плохо. Мы забегались, запрыгались. Нужно просто обратить внимание на то, что у тебя есть сосед, пенсионер, и ему нужно помочь. То есть, цель такая? Цель шире. Всякий фильм, любое произведение любого искусства, ну, громко скажем, искусство, в данном случае... Почему вы не скажете, что мой фильм – это искусство? Я скажу, почему. Феллини же тоже имел какие-то амбиции, и, скорее всего, он говорил, мой фильм – это искусство. Смотрите, я Феллини. Я не слышал, чтобы Федерико Феллини говорил, что мой фильм – это искусство. Я считаю, что искусство это или нет, должен сказать зритель. Если человек сам не верит, что это искусство, чему должен в это поверить зритель? Я скажу, я занимаюсь экспериментами, скажем, в кинематографе, и если эти эксперименты зритель, подготовленный зритель или неподготовленный зритель, назовет искусством, это будет самая большая награда для меня. Громким словом – искусство. Ну, зритель, он достаточно жесток, вы это знаете. Да. Мы всегда ищем какие-то изъяны. Даже если это очень хорошо, наш казахстанский зритель всегда будет искать, а что же здесь не так. Ну, есть такая категория. Вы готовы вообще к такому злому зрителю? Конечно, готов. И ваша доброта спасет как-то нашего злого зрителя? Этого я не знаю, но я на это надеюсь. Но вы один из тех, кто, собственно, борется с этим, да? Я не считаю, что я борюсь с чем-то. Я, наверное, просто… Ведь, знаете, всякий фильм – это исповедь. Ты делишься самым сокровенным. То, что ты говоришь наедине с самим собой. Вот, глядя в окно ранним утром, ты что-то понимаешь, что-то чувствуешь и говоришь. Ты этим делишься. Очень интимным, очень внутренним. То, что идет от сердца. Вы сейчас говорите за себя или за всех режиссеров? Я говорю только за себя. И как это воспримет зритель, я не знаю. Если он это воспримет хорошо, и он сможет ответить на какие-то вопросы, созвучные в нем самом, великолепно, значит, эксперимент удался. А если он потом скажет «отлично», это искусство, великолепно. Тогда я вам не советую заливать ваш фильм в Facebook и другие социальные сети, потому что вас там просто разорвут пух и прах. Может быть, это и произойдет. Но если это произойдет, как вы говорите, залив в соцсети, то нужно это сделать профессионально, нужно анонсировать, нужно рассказать, нужно обосновать и само активно поучаствовать. Но у меня нет времени просто, к сожалению, заниматься соцсетями. У меня был эксперимент. А чем вы занимаетесь? У вас нет времени. Фильм вы уже сняли. Ну, во-первых, это 10 фильмов, это цикл. То есть деньги уже нашлись на оставшиеся 9? Мы сейчас формируем бюджет на вторую картину, которая носит название «Тулпар». Об этом можно позже. Нет, вот, Алишер, вы живете в 21 веке. Вы режиссер. С утра был 21. Вы каким-то образом, 21, я так и сказала, каким-то образом, ну, то есть мы знаем, каким образом ваш фильм попадает на Каннский кинофестиваль. И вы, сидя здесь в нашей студии, говорите, а мне не нужны соцсети, у меня нет времени этим заниматься. Да. Зачем вы это так делаете? Где наш зритель? Как ваш фильм дойдет до меня, до Динары? Я скажу. У меня вообще большие сомнения, что короткометражный фильм, до тех пор, пока система проката не будет воспринимать это с коммерческой точки зрения, короткометражное кино. Вообще зритель наш увидит. Я не исключаю вероятности того, что права на широкий прокат короткометражного фильма выкупят совершенно другие продюсеры и, возможно, из других стран. Уже есть кое-какие предложения, о них сейчас пока говорить не буду. Это крупные телевизионные кабельные сети, есть предложения от двух крупных всемирных компаний. Они заинтересовались. Я им уже показал эту картину. И я, конечно, волнуюсь за то, что эту картину будут смотреть в Португалии, в Боливии, в Америке, или в Англии, или еще где-то, или в Европе. Но нашему зрителю она не будет показана. Но если нам удастся... Значит, вам предпочтительнее продать доброту, любовь и одиночество в Португалию? Предпочтительнее продать фильм. Нет, вы до этого сказали, что вы хотите донести до зрителя о том, что надо быть добрее. Хорошо, у меня встречный вопрос. Каким образом показывать короткометражные кино? В Ютуб залить? Ну, это сейчас самый-самый-самый доступный. Самый классный метод, мне кажется, да. Самый лучший метод добраться до зрителей. Если вы действительно хороший режиссер, и у вас действительно шикарная картина, Я смотрела очень много, но она однозначно дойдет до наших сердец. Я не исключаю появление картины в Ютубе, но это будет происходить только после того, как мы определим правообладателя этой картины в будущем. Потому что одновременно, будучи продюсером, я должен как-то собрать деньги на следующую картину и так далее. Но есть... Это всего 5 часов вашего времени. Ну, дай бог, чтобы так и продолжалось. Но есть вариант, на мой взгляд, очень интересный. И предварительно я проговаривал с нашими прокатчиками, не буду говорить с кем, что в виде, скажем, блока социальной рекламы, в виде блока социальной рекламы, этот короткометражный фильм, может быть, попадет в прокат. Тогда, может быть, наш зритель на большом экране увидит это. Также, если удастся отстоять права по Казахстану, то, я думаю, телевизионные каналы с удовольствием заинтересуются этим. Есть пара предложений от телеканалов. Если мы сейчас находимся в замечательном эфире телеканала «Астана». Кстати, вы знаете, кто назвал телеканал «Астана»? Видимо, вы. Да, я назвал. Поэтому мне этот телеканал очень близок, и я не исключаю показы по вашему каналу этой картины. Хорошо, я знаю тебя более 20 лет, и у меня сложилось такое впечатление, как будто вот этот пиджак джинсовый, эту прическу и эти штаны я где-то уже видела в глубокой юности. То есть, твой стиль одежды не меняется 20 с лишним лет? Даже больше. Даже, наверное, больше, да. Но я просто говорю те годы, которые знаю ты. То есть, ты совершенно не поменялся в стиле. Это что, такая стабильность? Или это вот просто, да, вот я такой, мне нравится все джинсовое, еще кепки, кстати, не хватает? Ну, сегодня я без кепки. В 50 лет? Так что это новость. Это что, возраст или? Ну, я не задумывался об этом. Мне нравится функциональная одежда, скажем, casual, да, так сейчас называется. И denim forever я все время хожу в джинсах. Всегда джинса? Ну, как правило, на официальных встречах я выгляжу достаточно официально. У меня есть все, что необходимо для этого. А я помню, Алишера был более доступным, более открытым. И менее пафосным. А почему ты так считаешь, что я сейчас более закрытый и более пафосный? Нет, не более закрытый, но я прям чувствую это. То есть, вы вот где-то там сейчас. Где? Ну, вот где-то наверху. Да нет. Каннский кинофестиваль, может быть, как-то... Может быть, тебе это так кажется? Ты знаешь, вот я не наверху, я здесь в студии с вами. Мы замечательно беседуем. Мы все свои люди, как говорится. Нет, я вижу просто даже по тому, как вы сидите. Здесь такой диван, он такой пафосный. Нет, обычно наши гости, они вот ближе к нам. То есть, они как-то... А вы так... Нет, Динар, я не чувствую себя каким-то отделенным, что ли, каким-то пафосным. У меня ощущение, как будто я с учителем сейчас разговариваю. Это приятное ощущение. Спасибо. Но я себя учителем не считаю. Вот когда спрашивают и говорят, ну вот, звезды и прочее, я говорю, ребят, звезды на небе, а мы люди, мы на земле, и нам нужно делать все по-людски. Да, нужно делать аккуратно, от души, работать качественно, стараться, но на самом деле я не ощущаю какой-то вот звездного пафоса или чего-то такого шумного, расфуфыренного. Все достаточно просто. Ну, цену вы себе знаете однозначно. То есть вы так, мне кажется, проанализировали, что вы сделали за всю свою жизнь? Мне кажется, любой человек, любой, независимо от возраста, он должен уважать себя, уважать свой труд, уважать других людей. И это рождает определенные, скажем, несоответствия, неполные, скажем, да. И я не побегу, скажем, обниматься с первым человеком, которого я первый раз вижу, потому что это совершенно ненормально. Но если человек мне интересен, если нам интересно с ним, если я ему интересен, то почему бы и не сблизиться, и не стать хорошими друзьями? Алишер, вопрос вот Динара затронула в закрытости. Ты действительно очень закрытый. Тебя невозможно встретить на каких-то тусовках, на каких-то вечерах, на ужинах, на каких-то модных показах тем более. По-моему, я даже не встречала тебя на кинофестивалях, на которых я бываю иногда, а вот тебя я там не видела. При этом ты активно участвовала в жизни телевидения, и теперь уже кино. Почему такая закрытость? Это вопрос одиночества? Сейчас мы возвращаемся, или это какое-то принципиальное решение? Мне не нужно вот этого всего, побрякушек вашего гламура, этого вина и шампанского. Совершенно верно. От хорошего шампанского я не откажусь, но гламур так называемый, я, правда, не очень понимаю, что ты имеешь в виду под гламуром, он мне неинтересен. Ну, кинофестиваль, где собираются звезды кино, нашего кино, российского, заграничного, европейского и так далее. Там нет Алишера Сулейменова. Не приглашают или сам не приходишь? Нет, я хожу туда, куда меня приглашают, и где мне интересно, где мне неинтересно и не приглашают. Может, на кинофестивале неинтересно, разве, пообщаться? Здесь, в Казахстане? А на какой фестиваль? Евразийский. У нас есть Евразийский кинофестиваль, есть Шакина и Метовы работают. Так получается, что все фильмы практически, которые на местных фестивалях демонстрировались, я их всех смотрел заранее, либо в рабочем время. Ну, с создателем пообщаться. Я просто не буду называть сейчас имена, ну, скажем, и название картин, но ряд режиссеров на стадии производства фильма приходили ко мне домой, мы на компьютере, делали черновые монтажи этих очень известных картин. Я сейчас специально об этом не говорю, потом, может быть, я как-то в кулуарах вам расскажу, какие картины. Это очень известные фильмы, где я приложил свою руку. Это, во-первых... Ну, надеть смокинг и пообщаться за бокалом шампанского... Это бывает очень редко. Мне неохота, да? Это бывает очень редко. Мне неинтересно. Ну, раньше вы были таким, мне кажется? Был. Сейчас мне гораздо интереснее работать, предположим, с монтажером, с колористом, со звуком, с музыкой. Я пишу сейчас вторую книгу рассказов после белой книги, красная книга. Занят сейчас вот второй новеллой. Выходит у меня третий русскоязычный альбом. Сейчас начали писать казахский альбом. Я пою свои песни, пишу сам, аранжирую. Ну, есть ребята, которые помогают. Мы же об этом говорили. Вы говорили, что бизнес-консалтинг. То есть вы консультируете, да? Ну, это ведь нужно находить время и на творчество, и на эти консультации. Представляешь, вот в сутках 48 часов. Мы так растягиваем время. Алишер, а кому посвящены твои альбомы? Ты не медийный певец. Ты не снимаешь клипов, ты не занимаешь самопиаром. Тебя вообще нигде не видно. Мы даже в сети ничего не смогли найти, кроме единственного комментария по поводу картины, да? А зачем писать целый альбом, тратить на это немаленькие суммы? Я знаю, сколько это стоит. Аранжировка, сведения и так далее. Инструменты живые, неживые. Запись сама, написание песни и так далее. Слов. Зачем? Кто будет это слушать? Я расскажу. Ну, во-первых, пользуясь рекламной паузой, в Ютубе у меня есть аккаунт, который называется Алишер Кейзет. На котором выложено… При этом только что ты сказал, что ты ни в каких соцсетях не участвуешь. Ну, я Ютуб не считаю соцсетью, да, скорее это видеопортал. Этот аккаунт я открыл года три назад. У меня там выложено три видеоклипа, которые я сам же и режиссировал. Сколько просмотров? Я, честно говоря, не помню уже. Не думаю, что много, ну, тысяч 40-50, наверное, я не знаю. Плюс выложены фотослайды с песнями, которые просматриваются. У меня есть свой устойчивый слушатель, они мне что-то комментят, пишут, на e-mail пишут, я встречаюсь с ними. Музыка для меня – это хобби. Это, скажем, такой крик души, скажем. Я занимаюсь жанром, скажем, алматинской песни, можно так сказать, или лирической песни, или как сейчас называют, soul music, такой поп-сол. Кому интересно, тот слушает. Кому интересно, тот получает альбомы. Такое впечатление, как будто вся твоя профессиональная жизнь – это сплошное хобби. То есть кино – это разговор с самим собой. Музыка – это хобби, это крик души. Ну, ты знаешь, Баян, я считаю, что в жизни человека вообще всё хобби. Решер, я ничего не знаю о твоей семейной жизни. Кроме того, что ты женат и имеешь детей. Прекрасно. По-моему, жена супруга, по-моему, балерина. Нет. Нет? Нет. Возможно, первая. Нет. Или она единственная? Она единственная и замечательная. Я её очень люблю и передаю ей привет. Привет, Асель. А что интересует семейной жизни? Сколько у вас детей? У меня четверо сыновей. Старшему от первого брака 22 года, младшему 4 годика, 4 мальчика, 4 мушкетёра. Второй брак давно? Второй брак. Уже почти 17 лет. Крепкий брак. Супруга домохозяйка, творческий человек. Она творческий человек, она закончила факультет киноведения в нашей местной академии Жургенова, замечательный специалист в кино, великолепная мама наших малышей, замечательная домохозяйка. И сейчас увлечена, скажем, своим проектом, бизнес-проектом в недвижимости. Ну, поживем, увидим, что получится. А я бы хотела спросить про вашу маму. Потому что Алтаншаш Джаганова очень влиятельная женщина и очень сильная женщина. Ну, это часть истории нашей страны, можно так сказать. А что именно тебе? Мне просто интересно, как она воспитывала своего сына. Я просто недавно узнала, что королева Елизавета не занималась воспитанием принца Чарльза. Вообще. Она видела своих детей один раз в неделю. А принц Чарльз тоже так считает? Интересно. Воспитывали они вдвоём. Отец и мать. Папа и мама. Воспитывали очень строго. Но насыщенно. Предположим, в советское время мой папа, у нас была такая большая радиола, так называлось, скажем, радиоприёмник с проигрывателем сверху. И он иногда давал нам послушать голос Америки, немецкую волну из Кёльна. Это в советское время-то. После этого мы с сестрёнкой из Харагойской садились вот около радиола, и он ставил нам казахские песни. И мы вот прямо час каждый день слушали. И вот таким образом набирались. У нас дома собирал… У нас был такой, знаете, большой такой овальный стол. И за этим столом я просмотрел и пообщался, ну, наверное, со всей бриллиантовой интеллигенцией, людьми культуры нашей страны, нашей гордостью, начиная от, не знаю, от Волжаса Сулейменова, Бешики Кельбаева, Мухахали Макатаева, Нургисы Тлиндиевы. Много, очень много артистов. Я часто проводил время с Карагойской тоже вместе. Проводили на киностудии, на старой киностудии «Казахфильм», где снимался «Наш милый доктор», «Менанатам Кожаев». Мы всех мастеров видели, вот как сейчас. И все эти мастера нас чему-то учили. В общем-то, наверное, нас воспитывала вот эта среда. И этот уровень их восприятия, он каким-то образом нам, маленьким детям, передался, наверное, я думаю. А вы сейчас как воспитываете своих детей? Точно так же. Точно так же? Точно так же. У нас дома часто… Ну, а кто за столом бывает сегодня? Много людей. Из бриллиантовой интеллигенции нынешней. Я не знаю, кто сейчас бриллиантовый. Это же должно пройти время, чтобы понять, бриллиант это или так стекляшка. Нет, ну, когда Алишера Сулейменова было 10, бриллиантовой интеллигенции было примерно 50. Да. У нас дома очень много людей бывает. Мы вообще любим… Дети любят очень, когда приходят гости, и мы тоже очень любим. Для нас это такой праздник. Ну, с кем дружит Алишер Сулейменов? Давно и глубоко дружу с Батарханом Шукеновым, например. Вот я никогда в жизни не видела у Батархана Шукенова хоть одно слово, которое бы он замолвил и залишил. А это необязательно. Да? Да. Ну, в любом случае мы же живем… Например, я дружу с группой А-студио, да, там всех составов, какие только есть. Я дружу с Куатом Шердибаевым. Ну, я просто называю известным. Я могу сказать, что я с огромным уважением отношусь к Лебегуле Ахмедову, например, к Алибеку Днишеву. Ну, а не бывает у тебя в гостях? Чай пьют? Конечно, конечно. Обязательно. Причем запросто. Кто-то соседями является. Допустим, Сагнай Абдулин, например, живет на холме чуть выше меня. Ну, вот она вся бриллиантовая интеллигенция. Замечательно. Пусть она будет еще бриллиантовее. Не растеряли друзей? Кто-то умер. Кто-то, скажем, перестал быть другом. Ну, кто-то появился. А перестал быть другом по какой причине? Вот как можно, скажем, поссориться с Алишером Сулейменом? Что нужно сделать неправильно? Подлость. Подлость. Солгать. Трижды. Смолодушничать. Все довольно просто. Когда человек... Вы же сняли фильм о доброте. Да. Где ваша доброта, широта вашей души? Ну, вот до трех раз она держится, а на четвертой что-то не срабатывает. Фильм тоже про это? Фильм, наверное, о том, что человек отдает то, что у него в сердце. Но при этом так получается, что он сам не получает ни от кого. Вот примерно так. Это правильно? Это неправильно. И он очень одинок в этом смысле. А это что, как-то касается лично тебя? В какой-то степени да. Я достаточно часто с этим встречаюсь, когда ты действительно отдаешь сердце, опыт, любовь. Когда-то Гюстав Флобер сказал, мадам Бовари – это я. И любой автор, он живет в персонажах, в актерах и так далее. Потому что ты пишешь сценарий, ты придумываешь эти роли, ты продумываешь. Ну, в какой-то степени это все касается меня. Значит, было много предательства в твоей жизни. Много отдавал, ничего не получал. Это тоже какой-то определенный клип души. Я не скажу, что много этого было. Ну, это было. Значит, больно было. Ну, конечно, конечно. Спасибо вам большое. Я очень рада, что это действительно круто представлять свой фильм на Каннском кинофестивале. Да, это 15 минут, да, это короткометражный фильм. Но, тем не менее, это ваш продукт. Я думаю, что вы собой сейчас гордитесь. Сейчас да, потому что я в эфире. Спасибо большое. Алишер, присоединяюсь к Динарии. На самом деле, я хорошо тебя знаю и совсем не знаю. И сегодняшняя наша беседа была какой-то и для меня откровением, да, чтобы немножко ближе познакомиться с твоей глубокой личностью. И действительно это так. Я бы не стала сейчас ставить на какие-то года, 10 или 15. Мне кажется, что Алишер Сулейменов проснулся и долго еще будет вот в этом творческом полете. Спасибо. Я хотел бы пару слов сказать таким образом. Во-первых, я не спал все это время, я занимался другими делами. Но я искренне хочу пожелать вам от всей души, как и всем телезрителям, огромной доброты, огромной любви, внимания друг к другу. Наш официальный партнер салон мебели «Люсо» дает вам замечательный подарок. И мы еще раз вас благодарим. Спасибо огромное. Скорее супруги дарит. Да, супруги. Супруги осенью. Подаю супруги. Всего доброго, дорогие телезрители. Не скучайте. Встретимся с вами, как обычно, ровно через неделю. Пока. Компания «Люсо» – это мебель и аксессуары от лучших итальянских производителей. Сичи, Скопеллини, Тосканова, сделанные вручную и по индивидуальному заказу. Мы представляем вам лучшие интерьерные решения и качества, гарантированные европейскими стандартами. «Люсо» – это роскошь, достойная вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова